Всем привет! Этот скринкаст посвящен веб-серверу Node.js. На нем мы будем говорить о том, что нужно для создания веб-приложений, сайтов, сервисов на Node.js. Мы не будем разбирать все, что связано с сервером Node.js. Этого очень много. Но все самое главное, самое важное для создания сервисов веб-приложений мы разберем достаточно подробно. Чтобы вы не только понимали, как это делается, но и понимали, почему оно работает, как там, что внутри устроено в этом сервере, и что делать, если почему-то у вас что-то не работает. Перед тем, как мы перейдем, собственно, к серверу Node.js, несколько слов об окружении для разработки. Здесь я работаю на операционной системе Mac OS. Однако у вас все должно замечательно работать, в том числе под Windows, под Linux. Там, где есть существенные отличия, я постараюсь остановиться подробнее. Программы, которые я буду использовать, это терминал, под Mac это iTerm, а под Windows это просто обычная командная строка, либо файловый менеджер. Виртуальная машина, параллель с десктоп, это просто для запуска Windows под Mac, вам она, скорее всего, не понадобится. Разве что, если у вас тоже Mac, чтобы интернет-экслор распускать, то хорошая штука. Редакторы. Я буду использовать два редактора. Первый из них это WebStorm, второй из них это Sublime. WebStorm я использую с плагином. Плагин называется Node.js. Вот он. Если у вас еще нет его, то Browse Repositors, ставьте его отсюда, он будет в списке. И потом нужно будет сконфигурировать, не забудьте это сделать, Settings, ищите Node.js, вам нужно именно вот под JavaScript, здесь, Configure, и нажать на кнопку, оно скачает исходники. Это нужно для того, чтобы нормально работало автодополнение для встроенных модулей. И делать это нужно после установки самого Node.js, которую мы разберем чуть позже. Еще один редактор, которым я в последнее время пользуюсь редко, но он мне тоже нравится, это Sublime. Он поддерживает меньше возможностей по анализу, рефакторингу кода. Он не так эффективен в плане автодополнения, как WebStorm. Но у него больше возможностей по редактированию, разные горячие клавиши, его удобно конфигурировать, можно легко писать плагин, в том числе самому. И он очень быстро работает. Поэтому он мне тоже очень нравится. И в нем у меня стоят следующие пакеты. Я прокручу на то случай, если тут найдется что-то интересное для вас. В частности, для Node.js стоит вот такой пакет. Node.js, так и называется. Он тоже нужен в первую очередь для автодополнения. Ну и наконец, что у меня тут есть еще? Последнее, это вот тут у меня браузер Google Chrome и ScreenFlow. Это программа, в которой я записываю этот скринкаст. Итак, терминал, командная строка, редакторы. Пожалуй, это основное, что нам понадобится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...